Аплодисменты! Никакого пафоса, наоборот. Задумчивый взгляд, нога на ногу, рабочая поза поэта, правая рука словно держит сигарету. Она и была. Затем памятник отредактировали. Ненадолго шутит дочь поэта Екатерина Рождественская. Таким образ поэта увидел Зураб Церетели. Это мне ничего не стоило. Никаких, ни миллионов, ничего. Он сделал это от души. Он сделал это потому, что он любил отца, что он был его другом. Я очень рада, что отец родился именно здесь, на Алтае, потому что это, конечно, благословенная земля. Это ваша заслуга. Ваши рождественские чтения превратились в настоящий масштабный фестиваль. И сегодня, и вопреки это, будет не только встреча с поэзией, но еще и встреча с поэтом. На Алтае Рождественского любят, пожалуй, как нигде больше. В июне на его малую родину в село Косихо едут сотни человек. Мне хотелось всегда узнать, где же та истина, откуда рождались стихи. Любой стих взять, он связан как непосредственно с землей, где он родился, так и с той обстановкой, в которой он жил. То есть сочетание вот этого развития самой поэзии в тот период, а я застал в то время, когда многое запрещалось, но он умел сочетать. Его поэзия всегда была громкой, энергичной, боевой, того требовала эпоха. То время по деталям и строкам воспроизводят в музее имени поэта. По воспоминаниям дочери Роберта Рождественского и Екатерины, поэт запирался у себя в кабинете, много курил и писал. А затем выходил из клубов дыма и первым стихи читал своим девонькам, а ждали его тысячи. Это были 60-е. В 60-е поэты Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, Акуджава, Ахмадулина собирали концертный зал. Их стихи вдохновляли. Здесь живые выступления можно послушать по телефону, посмотреть на экране. Выход на большие сцены сегодняшних авторов – одно из приоритетов культурной сферы края, что обозначил в Рио губернатора Виктор Томенко, как и развитие широкой сети учреждений культуры и поддержка молодых творцов. Подготовленные, обученные, воспитанные наши таланты, люди творческих профессий должны находить свое и применение, и выход своему искусству, и своим умениям, и творчеству. Должны находить уже, ну и думаю, что в нашей тоже достаточно крупной сети уже наших учреждений, где это дело поставлено на профессиональную основу. Этому помогают и рождественские чтения. С каждым годом интерес профессиональных литераторов к ним растет. А губернаторская премия имени поэта, которую вручали в четвертый раз, в России уже почетна. Лауреатом этого года стал Виктор Кирюшин. Он пишет о тревогах и надеждах и верит, читатель его услышит. Наверное, поэзия уже не будет собирать стадион, а может быть, этого и не нужно. Потому что это дело такое почти интимное, индивидуальное. Я вот сам, если мне попадается книга хорошего поэта, я, знаете, больше трех стихотворений в день не могу прочитать. Потому что прочитал, что-то должно в душе остаться. Здесь единство какое-то всех. Стихи замечательные читают. Вообще атмосфера уезжать не хочет. В этот день многие шли на звуки песен родных, любимых с детства. Творчеством Рождественского делились со сцены актера Максима Верина, Анна Икунина, певец Владислав Косырев. Пожалуй, именно стихи, наложенные на музыку, подарили Рождественскому любовь миллионов. Кстати, песенная пора в творчестве Роберта Рождественского началась именно на Алтае. Здесь, в 1955 году, он случайно встретил председателя сервиса композиторов. Но лучше назвать судьбой. И действительно судьба. Такой же неожиданной стала встреча Рождественского и композитора Александра Тверковского. Тот предложил написать ему стихи именно для песни. Так родилась композиция «Твоё окно», взявшая первое место на московском конкурсе. В последующем в Рождественске написал около 600 песен. Завершился вечер народными гуляниями, рок-концертом и салютом. Яр любви по традиции любовно встретил гостей. В этом году их было несколько тысяч. А это значит творчество поэта близко людям. И сегодня. Анастасия Дорога, Николай Шелко, Павел Лавронин. Наши новости.